Наташа была, если хотите, таким сердцем мемориала. Понимаете, она в себе объединяла вот как-то вот очень много для нас. Вот я помню, как она мне регулярно звонила, там, поздно вечером, рано утром, говорил, Олег Петрович, ну что же так? И начинала ругаться, почему не сделано то, почему не сделано это. Она вот все время вот так вот всех, была таким мотором. Наталья Эстемирова was abducted in the neighboring region of Chechnya on Wednesday. As our foreign affairs correspondent Jonathan Miller now reports, her body showed signs of a violent death. И вообще убийство Наташи Эстемировой частично привело к тому, чего хотели достичь убийцы. Резкого уменьшения потока информации из Чечни. Это все страшно повлияло на другие чеченские организации, которые просто очень сильно испугались. Вообще там задавлено гражданское общество абсолютно. Важно развивать гражданские инициативы, самые разные в разных уголках России, совсем не обязательно правозащитные. Вот это может быть наша слабость. Мы не умеем вот из нашей активной, профессиональной, достаточно часто хорошо организованной работы не можем превратить ее в более широкое движение. Вот мне кажется, вот это направление работы надо развивать, потому что это будет способствовать в целом усилению гражданского общества России.